Куда Россия будет экспортировать свой газ? Будет ли совместно с Китаем строить газопровод? И сможет ли Россия после войны вернуться на европейский рынок энергоресурсов? Об этом и многом другом поговорим с директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Амельченко. Хочется поговорить о российском газе и прежде всего начать с того, что такое газ для нынешней российской власти. Мы не раз слышали такое выражение, еще до полномасштабного вторжения, что газ для Кремля это оружие. Что имеется в виду? Ну, естественно, газ для России это оружие, не в переносном смысле, а в прямом смысле, потому что Россия не только использовала газ в качестве усиления своего влияния в Европейском Союзе, но это же также был один из элементов военной доктрины Российской Федерации. То есть через поставки газа они коррумпировали европейских чиновников, они усиливали зависимость многих европейских стран от Кремля и таким образом пытались раскачать и порушить евроатлантическое единство. И газпром в этом плане играл очень значительную роль. Кроме того, надо заметить, что сейчас даже газпром пошел дальше. Вы знаете, что сегодня в Украине воюет подразделение, частная военная компания «Газпром», она называется «Поток», и она активно принимает участие в их действиях в Украине, убивает людей, разрушает дома, украинскую инфраструктуру. Поэтому это в прямом смысле чисто военная компания «Газпрома», «Газпром» является чисто военной компанией, которая напрямую подчиняется президенту России и выполняет все его пожелания. А пожелания у российского президента, это, мы как знаем, очень такие как бы империалистические и связанные именно с захватом как можно больших территорий, не только в Украине, а вообще в Европе. То, что в конце 2020-2021 году мы видели, как Россия «Газпром» манипулирует с поставками газа, за счет чего цены на это топливо очень сильно выросли. Это и есть использование газа как элемент стратегии, как военный элемент? Ну, конечно, они же готовились заранее к этой войне, у них же был план, была военная доктрина, и в этой доктрине, как я уже сказал, «Газпром» играл свою роль, и он перед войной должен был максимально повысить ставки, увеличить цены для Европейского Союза. И он это делал очень эффективно за счет того, что, как это ни странно, европейские страны продали «Газпрому» стратегические объекты, это подземные хранилища газа, а «Газпром» их просто сознательно не заполнял эти хранилища. Потом он вышел с европейских бирж по продаже газа, значит, ограничивал поставки, и такими манипуляциями добивался максимальных цен в Европе на природный газ, и что, по мнению российского руководства, должно было подорвать финансовые основы Европейского Союза, еще больше увеличить зависимость от российского газа. Они рассчитывали, что, когда начнется война, «Газпром» сможет по команде Кремля предложить ключевым европейским странам более дешевую цену на природный газ в условиях серьезного энергетического кризиса в обмен на то, что эти европейские страны закроют глаза на российскую агрессию и ее практически не то, что одобрят, а практически будут смотреть на это сквозь пальцы. Как это было видно по захвату Крыма в 2014 году, да, там какие-то санкции небольшие объявились, которые вообще ни на что не повлияли, а буквально через несколько месяцев после захвата Крыма «Газпром» определенные бонусы дал европейским компаниям, в первую очередь скидки. И, кроме того, вы знаете, что был сразу же после, по сути, оккупации аннексии Крыма подписано соглашение о строительстве «Северного потока-2». То есть Россия думала, что в этот раз такая же ситуация случилась, но они не рассчитали. Мы видели, как в течение 2022 года Россия отрезала от поставок потребителей в Европе, которые отказывались платить в рублях, а позже произошло ЧП на «Северных потоках-1 и 2». Мы точно не знаем, что именно там произошло и кто в этом виноват, но многие эксперты указывают, что это было как раз-таки выгодно Путину, это было в стратегии Кремля. Зачем Россия отрезала Европу от газа? Какие были цели? Ну, цели очень понятны. Крем рассчитывал на то, что Европейский Союз не выдержит применение энергетического оружия через сокращение поставок. И таким образом он подготовит хорошую переговорную позицию с европейскими лидерами и спокойно себе разменяет неподдержку Украины, отказ от поддержки Украины на дешевый газ для европейских стран, как это у «Газпрома» получалось многократно до этого. Вот, можно сказать, в этом вся и загвоздка заключается. Что касается подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», я тоже на эту тему написал статью, провел соответствующее расследование. У меня абсолютно нет никаких сомнений, что это было дело рук российских спецслужб, при том, что даже на сайте Министерства обороны Российской Федерации там четко было указано, что как раз за несколько дней до места взрыва проводились военные учения, там были соответствующие военные судна, в том числе с военными водолазами, с батискафами и так дальше, которые спокойно могли заложить там взрывчатку. Но вот эта версия, которая была распространена, первая версия, что это американцы вроде бы взорвали, это Херш такой, известный расследователь, непонятно откуда он взял информацию, это, кстати, абсолютно неадекватно. Ну и вторая дезинформация была запущена, вы помните, очень мощно через Нью-Йорк Таймс, Би-Би-Си, Вашингтон-Пост, то есть ведущие информационные агентства мира, что вроде бы какой-то украинский олигарх, предполагаемо Петро Порошенко, заплатил каким-то водолазам, нанял прогулочную яхту, погрузил несколько тонн взрывчатки, значит, на эту прогулочную яхту заплыл там на расстояние 80 километров, точно обнаружили, где находятся эти газопроводы, нырнули эти водолазы на 100 метров глубины и взорвали их. То есть, ну это полный бред, да, то есть это ясно, что эта дезинформация и шла со стороны российских источников, удивляет только, почему международные СМИ авторитетные поддерживают такие бредовые версии. На Ваш взгляд, почему газовый шантаж Путина провалился? Ну, он провалился по той причине, что европейские страны осознали всю опасность, как бы вот этой агрессии в Украине, четко поняли, что в случае быстрого захвата Украины, следующий может быть Прибалтика или Польша, и тогда странам Европы придется непосредственно вступить в войну, а НАТО применить статью 5, а это абсолютное табу для них, абсолютный страх, да, то есть вот этот колоссальный страх, как бы, значит, войны в Европе, то есть он объединил европейских политиков и заставил их понять то, что уже давно понимали украинские эксперты и говорили много лет, вот я в частности говорил, ну, европейским политикам, и в Бундестаге был неоднократно, рассказывал, что это никакой не бизнес, что это чисто газ, это чисто оружие, ну, не только газ, тоже нефть, другие энергоносители, ну, так сказать, там люди это абсолютно не воспринимали, но вот это вот начало широкомасштабной войны, они как бы, это стало холодным душем для европейских политиков, они почувствовали такой страх, что они могут быть следующими, это, так сказать, смогло их объединить, и они поняли уже наконец-то, что это никакая не коммерция, как постоянно говорила фрау Меркель, что это только коммерция, то есть что вы от нас хотите, да, то есть, и что это чисто, чисто, как бы, газ, это чисто элемент военной доктрины Российской Федерации. Мы видим, что в последнее время «Газпром» увеличил прокачку газа по трубопроводу через территорию Украины, хотя зимой эти показатели там были значительно ниже. Почему «Газпром» увеличил поставки газа по украинскому газопроводу? Ну, «Газпрома» сейчас очень плохое экономическое и финансовое положение, в связи с тем, что они потеряли практически на 90% европейский рынок природного газа, и эта компания находится, по сути, в предбанкротном состоянии, и я думаю, что договорившись с Кремлем, они решили незначительно увеличить перекачку природного газа в Европу для того, чтобы каким-то образом покрывать свои колоссальные убытки и держаться на плаву. Я думаю, это основная причина угрозы экономического краха компании и заставила «Газпром» увеличивать эти объемы поставок. Ну, незначительно, там незначительные увеличения. Не особо на что-то повлияет. А именно с финансовым положением связано и то, что «Газпром» предлагает ввести свободные цены на внутреннем российском рынке? Да, конечно, то есть это все как бы звенья одной цепи. Недавно появилась информация о том, что один, наверное, из самых верных союзников России в Венгрии в Европе и Словакии имеют планы закупать азербайджанский газ, и если все технические нюансы будут решены, возможно, уже даже в этом году азербайджанский газ будет поступать в эти страны. Почему Венгрия и Словакия решили покупать газ у Азербайджана? Ну, я думаю, что тут только бизнес. Они тоже осознают ненадежность поставок «Газпрома». Они тоже осознают, что в любой момент может быть прекращены эти поставки природного газа. поэтому пытаются как-то перестраховаться и диверсифицировать возможности альтернативных поставок. То есть это элемент энергетической безопасности? Конечно, конечно. Скажите, а сможет ли Россия, теряя своих заказчиков в Европе, перенаправить газ по другим направлениям? Значит, Россия пытается в первую очередь создать новый коридор транспортировки газа в Китай. Вы знаете, что Путин общался по этому поводу с Сидзипинем, предложил ему новый проект «Северный поток-2», то есть не «Северный поток», а «Сила Сибири-2», и это проект, который начинается в Западной Сибири и заканчивается, идет через газопровод, как бы планируется через Монголию и в сторону Китая. То есть мощность его около 40 миллиардов кубических метров за год, может быть, даже больше, до 50 миллиардов достигнута. Но Сидзипинь отнесся к этому проекту чрезвычайно холодно, он не ответил ни да, ни нет. И поэтому это как бы очень такой сомнительный проект, и я думаю, что в ближайшие 7-8 лет он не будет реализован, поэтому Россия как бы делает сейчас ставку больше не на трубопроводные проекты, а делает ставку на СПГ, с сжиженного природного газа. То есть мы знаем, что Россия эту тему очень активно развивает. Скажите, а вот что тогда Россия делает с тем газом, который она уже не поставляет в Европу? Ведь скважины просто так не закупоришь. То, что не ну, они пытаются, значит, увеличить потребление, ну, чтобы увеличить спрос в середине страны, пытаются заполнить свои подземные хранилища в большей мере. Ну, приходится, безусловно, что какие-то нерентабельные скважины тоже останавливать, но надо понимать, что все-таки основной рынок сбыта для газа в России – это не экспортный рынок, а внутренний. Потому что, ну, так за последние 5 лет в среднем Россия добывала около 700 миллиардов кубических метров газа, из этих 700 миллиардов 500 продавалось на внутреннем рынке. Поэтому, как бы, сейчас для России внутренний рынок будет еще более актуальным, чем раньше. То есть они будут пытаться каким-то образом, значит, за счет повышения цен на внутреннем рынке, компенсировать те утраты, которые несут потери европейского рынка. А развивает как-то «Газпром» внутренний рынок потребителей? Какие-то коммуникации строятся? Ну, очень слабо они строятся. То есть много там же районов в России до сих пор не газифицировано, как это ни странно. Где-то около 30% всех регионов для них недоступен природный газ. И до сих пор, почему? Потому что для «Газпрома» раньше было выгодно поставлять на экспорт, чем для внутренних потребителей. Но сейчас, а сейчас у него просто особых денег нет для этого. То есть, поэтому я думаю, что, в принципе, «Газпром» сделает ставку на повышение цен на внутреннем рынке. Вот вы говорили о том, что Си Цзиньпин холодно воспринял идею постройки газопровода «Силы Сибири-2». Но даже если предположить, что китайцы дали добро, сколько времени может занять строительство такого газопровода? Ведь, насколько мне известно, даже проекта еще нет. Да, проекта нет. Идут только переговоры. Занять это может быть строительство этого газопровода не меньше семи лет. В самом лучшем случае. Скажите, вот вы сказали, что Россия пытается сделать ставку на сжижение газа. Какие технические возможности у России есть? Насколько мне известно, пыталась Россия построить производство по сжижению газа на Дальнем Востоке. И оттуда поуходили инвесторы и позабирали технологии. У России есть возможность сжижать газ сейчас? Кроме тех, которые они уже имеют. Расширяются. Ну, значит, смотрите. Сейчас в России имеется два крупных многотоннажных завода по сжижению природного газа. Первый завод – это «Ямал-СПГ». И его мощность приблизительно составляет 30 миллиардов кубических метров в год. Второй проект – это «Сахалин-2». Мощность этого проекта где-то находится на уровне 17-18 миллиардов кубических метров в год. То есть, если «Ямал-СПГ» в основном ориентируется на европейский рынок, то проект «Сахалин-2» ориентируется, наверное, на Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индии и некоторых других стран. А у России есть вообще флот танкеров для сжиженного газа, для того, чтобы увеличивать поставки своего «СПГ»? У них есть газовозы определенные, какую-то часть газовозов они арендуют. У них же нет санкций на поставки «СПГ» не наложены Европейским Союзом и вообще «ГСЕВЕН». Поэтому у них тут особых проблем не имеется относительно поставок «СПГ». Они могут использовать много опций, как и свои газовозы, так и арендовать, так и использовать трейдерские какие-то схемы. Поэтому тут каких-то проблем я не вижу. Что касается… Ну, они действительно, если будут увеличивать добычу, то могут арендовать больше, фрахтовать этих газовозов. Тут нет никаких проблем, пока не введены санкции. Но какие возможности по увеличению «СПГ»? Ну, я думаю, есть определенные возможности. То есть, думаю, что Россия в этом направлении работает. Это, в первую очередь, касается проекта «Ямал-СПГ» компании «Новатек». Да, то есть, эта компания может в течение 5 лет нарастить на 15-20% теоретически объемы поставок «СПГ». Ну, производства и, соответственно, поставок «СПГ» на международные рынки. То, что Европа смогла относительно без проблем пережить зиму, несмотря на сокращение поставок российского газа в Европу, специалисты отмечают, что это случилось благодаря тому, что запасы делались на протяжении всего 2022 года, плюс была относительно теплая зима. Но высказывается сомнение, что Европа сможет накопить достаточное количество газа на зиму 2023-2024 годов. На ваш взгляд, каковы прогнозы следующей зимы для Европы? Ну, я думаю, что однозначно, что нас сможет накопить. Почему сможет накопить? Потому что сейчас в хранилищах находится в Европейском Союзе запасы газа на историческом максимальном уровне. То есть, там больше, кажется, там больше 55 миллиардов кубических метров на сегодня. То есть, поэтому, как бы, тут особых проблем не будет с накоплением. Большие вопросы и проблемы в Европейском Союзе – это не столько объемы, сколько цена. Цена все-таки остается достаточно высокая. В среднем она на уровне 40 евро за мегаватт. Это высокая цена, безусловно. Это сказывается на европейской экономике, особенно на таких видах промышленности, как нефтехимическая промышленность. Цементная промышленность, ну, некоторые другие. Поэтому, как бы, европейской экономике придется перестраиваться. То есть, какие-то предприятия переносятся уже за пределами Европы, которые не в состоянии, как бы, по таким ценам работать. А некоторые предприятия, они сейчас инвестируют значительные средства в модернизацию и создание более энергоэффективного производства. После окончания войны, как вы думаете, Россия сможет вернуться на газовый рынок Европы? Ну, тут очень много можно сценариев рассматривать. То есть, если война закончится, и в результате этой войны сменится режим в России, то есть, естественно, что он сразу демократическим не будет, этот режим. То есть, придут снова же к власти какие-то люди с окружения Путина. Но где-то, если смотреть в перспективе, там, 10-15 лет и больше, то такая вероятность существует, что, как бы, Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза могут на политическую жизнь России после поражения путинского режима оказывать все больше и более влияние, и Россия как-то постепенно сможет трансформироваться. То есть, в этом случае такая опция возобновления поставок природного газа в Европу, она может стать реальностью. Притом, то есть, как бы, Украина может, как бы, рассматривать этот сценарий с точки зрения того, чтобы части этого газа, который бы транспортировался в Европу, после, как бы, уже изменения режима в России, как бы, когда этот режим более-менее в России станет более-менее человеческим, то репарации могли бы оплачиваться в Украине частично поставками природного газа. Понимаете? То есть, потому что в России тогда будет, скорее всего, большой дефицит средств, финансовых возможностей, и сложно будет выплачивать репарации, а за счет поставок нефти, природного газа, там, угля, они смогут, как бы, частично компенсировать тот ущерб, который нанесли Украины. Поэтому это тоже опцию нельзя отвергать. То есть, это возможный сценарий, хотя могут быть более-таки критические сценарии. Там развал России, там, значит, переход России под контроль частично Китая, там, начать, создание маринеточных государств на самой территории России, как бы, поэтому... Но я все-таки придерживаюсь того сценария, что наиболее вероятный сценарий, может быть, именно связан с тем, что действительно в России какие-то регионы обретут самостоятельность, и будет период хаоса, там, 3-4 года, может, 5 лет, а потом постепенно, значит, ситуация, там, каким-то образом стабилизируется, и, возможно, там будет режим более адекватной ситуации, и тогда, возможно, возобновление этих поставок. Но надо брать, учитывать внимание, учитывать, что Европейский Союз тоже не сидит сложа руки. Сейчас там активно проводится политика декарбонизации экономики, то есть доля углеводородов будет с каждым годом уменьшаться, будет увеличиваться доля возобновляемых источников энергии. Это солнечные энергетики, биотопливо, ветровой энергетики, водородные энергетики, значит, будут развиваться, и сейчас уже активно развивается сектор накопления энергии, систем накопления энергии, поэтому максимум, думаю, что это 40-й год, когда будут необходимы углероды, значит, в Европейском Союзе вообще. Уже после 40-го года, я думаю, что там произойдет полная декарбонизация. Украине удастся накопить достаточно газа для прохождения следующего отопительного сезона? Ну, я думаю, что вполне это реально сделать, потому что снова же у нас употребление природного газа упало в среднем в связи с войной на 40%, и даже сейчас, вот после осенне-зимнего периода, когда было пиковое потребление газа, в хранилищах сберегается где-то 8,6-8,7 миллиардов кубических метров газа с учетом буферного газа. Поэтому Украина абсолютно способна накопить этот газ, даже без какого-то крупного заметного импорта. Поэтому тут я особых проблем не вижу. Ну, единственное, что надо все-таки больше инвестировать в газодобычу собственную и постепенно избавляться от импортной зависимости. Спасибо большое за комментарий.